Глупая! Здравствуйте, друзья! С вами Декарт и под эту суровую, прям такую, знаете, нагнетающую музыку мы продолжаем играть в Эддную Харви и Новые Глаза Харви. Вот он наш Харви и вот его глаза, которыми он нас гипнотизировал совсем недавно. Ну что ж, смотрите, нам дали задание сделать чайку. Чтоб сделать чайку, наверное, нужно чайник взять, мне кажется. Это логично, правда? или смысле или кто это говорит в чайнике кто-то сидит что это был успокаивающий чай матери настоятельности может есть стоило попробовать другую марку ну да как-то не сильно успокаивает а чайная чашка подождите я знаю это наверное гарет он он наверно там до картина через через вот эти дырки со мной общается это единственное объяснение точно не бойся ли это я гарет только не волнуйся доктор марсель загипнотизировал тебя теперь ты под его контролем не бойся помогу должна пойти со мной секретную комнату и найдет вход в нее перед кабинетом настоятельницы темном углу рядом с камином но сначала мне нужна твоя помощь я следил за матерью настоятельницы и доктором долгое время я близок к тому чтобы раскрыть их темные дела не нужно только признание вот возьми экстракт смертельные белладонны шикарно это сыворотка правды налей ее в чай матери настоятельницы только выпьет сразу начнет рассказывать свои секреты ты поняла отлично лили что ты делаешь должна готовить чай они пялиться на картины не судить ее строго лили выполнит поручение должен признаться я тоже восхищен вашей галереей какими все культурные даты особенно меня интересует эта вышивка вон там нас несколько необычное не считать а это просто памятная вещица не стоит упоминания я даже не помню как повесила ее туда не помните интересно кого именно изображает вышивка восьминогого единорога это вышивка глупого безответственного ребенка ничего больше ага так ну все обговорили все детали давай чайник бери бери раз чайную чашку 2 миску тоже в миска лампе была красиво украшена наверное жизнь питомца матери настоятельницы была чудесно давай в миску на налей этим упырям чтобы они из миски хлебали так окей кухонный ли кухонный лифт кухонный кухонный что-то я забыл реально безграмотный безграмотный декарт так ну окей значит нам нужно сейчас забабахать чикот уже все горит замечательно берем флакончик с сывороткой правды в чайник сыворотки было только на чашку в этот раз лили хотел сделать все правильно сначала в чашку нужно было налить чай в этот раз да мать твою ну давайте чайник ставить если лили собиралась сделать еще чаю это должен был быть очень особый сорт где и взять сыворотку так я шкал блин уже ну может так чай уже был готов тогда вот так все зашибись так она и сейчас грохнет лили кто тебя просил это же смертельная беладона наш смертельная наверное не просто так а чайный чай ну хорошо смотрите в общем вроде она намутила чайку правда она намутила конечно немножко не то мне кажется что нужно было потому что она не сыворотки добавила а самих ягод ну сейчас посмотрим что будет чайные чашки на мать настоятельница и гнац или не забудь сыворотку а ну окей а во вот так все 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 хорошо хорошо теперь даем упс лили ты бестолковая неряха ты что решила опозорить меня перед доктором это странно гипноз не дает сбоев наверное это случайность ребенок сплошная случайность если бы я мог мог могла я бы убит пи 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 пожалуйста мать настоятельница успокойтесь лили выполнит поручение правильно лили вот и ладно пожалуйста принеси нам еще чаю хорошо будь так добра лили не подавала виду но была близка к панике принести еще чаю было несложно но где и взять сыворотку правда а вот теперь а вот теперь ребят мы сейчас будем готовить самостоятельно я так понимаю будем готовить самостоятельные смертельной беладонны давай-ка в чайник коп и поехали погнали камин тарарам тара привет лили ты ведь не собираешься играть с огнем харви я просто хотел удостоверить безопасность прежде всего знаешь ли харви ты куда харви да только по иди сюда харви блин куда он пошел зачем лили искать секретные двери она уже знала двух проходах в тайную комнату гэрета и почему мы снова должны тут торчать нужно проследить чтобы ребенок не сбежал от терапии надеюсь получится применить силу тебя же собой электрошокер конечно нормально с другой стороны гэрит редко ошивался или решила попробовать его способ почему бы да на ребенке как прошел это же весело ублюдки там какие-то стоят опять ты что за бред почему ты мешаешь мне или осторожно повесила чайник на крючок и постаралась не задеть огонь особый чай лили был готов лили назвала его чистая правда купаж ройбуша и смертельной беладонны прекрасно ну так это все это за кое-кому сейчас надо будет петь короче поминочные песенки какие-нибудь поминальные давай хлебай прямо из чайника она делать теперь у нас до сих пор нет чашек это правда часть ее гипноза не беспокойтесь она загипнотизирована и не может совершить пакость так ну что давайте проверим можем не можем а смотрите еще с чашкой есть надо еще одну чашку взять коп берем и теперь заливаем эту красоту прекрасно бам кладем даем протягиваем наконец-то самое время вы в порядке вы прямо таки истерично это все вышивка она напоминает меня детстве кому то жопа Это предсмертное, это предсмертное, я чувствую. Я была таким глупым ребенком. Я так хотела ручного единорога. Так это она, что ли, сшила это говно? Ни хрена себе. Единорога, можете поверить. Но вместо него мне подарили. Тарантула. Так, значит, вы сделали эту вышивку. Шегги погиб, когда я пыталась приделать рог к его лбу молотком. Блин. Я была таким глупым ребенком. Я уже не знаю, какие эмоции избран. Я ненавижу детей. Так, старушка. Приболела. Я понимаю. Похоже, взрослые были заняты взрослыми проблемами. Это был шанс для Лили. Сваливаем нахрен отсюда, они все больные. Кстати, карта Эдны. Она посмотрит на карту позже. Она подозревала, что у этого решения будут неприятные последствия. Ясно. Окей. Может тогда уходить? Или там опять электрошок? Зачем Лили искать секретные двери? Она уже знала двух проход... А, ну сейчас опять, опять, да. А, вот, смотрите. Факел. Давайте возьмем факел. Все, я кажется, понял. Смотрите, когда вот эту хрень нажимаешь, тут написано без цвета Лили не могла разглядеть. Значит, надо зажечь факел. Ну-ка, сейчас попробуем. Какого хрена? Эй! Привет, Лили. Ты ведь не собираешься играть с огнем? Конечно, ты этого не хочешь. Ты же знаешь, что мать-настоятельница запретила это. Никакого тогда хрена мне... Здесь происходило что-то странное. Шегги! О-о-о, Шегги! Что я с тобой сделала? Дайте волю своему горю. Как жаль, что я не прихватил с собой блокнот. Ну, понятно. Ну, и что тогда? Может, еще? Картина? Чувак! Э? Молодец, Лили. Я слышал все, что нужно. Мать-настоятельница точно слетела с катушек. Прямо как я и думал. Теперь поторопись. Иди ко мне в секретную комнату. Дверь спрятана в темном углу перед кабинетом. Рядом с кабином, снаружи. Да-а, черт. Конечно, ты не можешь зажечь свет. Тебе ведь запрещено играть с огнем. Я совсем забыл. Дай минуту. Дай подумать. Кажется, у меня есть идея. Ты не можешь снять запрет, наложенный гипнозом. Если снова не попадешь в гипноз. Это рискованно. Но ты можешь войти в транс и бороться с запретом прямо в своем подсознании. Но предупреждаю. Мир внутренней транса странное место. Как параллельная вселенная, которая существует только в твоей голове. Путешествовать по ней без надзора опытного гипнотизера опасно. И запреты доктора, скорее всего, предстанут в виде демонов, которых ты сможешь победить в ментальной дуэли. Ты понимаешь все это? Нет. Это не обязательно. Пока что. Используй плюшевого кролика, чтобы войти в транс. Как будешь в трансе, найди внутреннего демона, который мешает тебе зажечь огонь. И уничтожь его. Окей. Значит, мне нужен... Кролик, кролик, иди-ка сюда. Плюшевый Харви. Давайте-ка его возьмем. Это ж можно? Можно. За горло так его прям... Ты поаккуратнее. Это все-таки Харви. Ты не должна играть с огнем. Окей. Мне что-то нажимать сейчас? Как мне бороться? Буги. Буги. Как мне бороться с этим? Что мне предпринять? Мне надо ему кроличьи уши в жопу его запихать или что? О, нет, смотрите, все само происходит. Окей. С помощью кролика Лили вернулась в транс. На первый взгляд, все здесь казалось. незнакомым и странным. Совершенно одна. Она забилась в холодную пещеру, которую освещал огромный, строгий глаз настоятельницы. В общем, все почти как в реальной жизни. Так. И черепов, трупов столько же, да, как в реальной жизни. Да, в реальной жизни даже побольше будет. Так, пробел. Чем мы можем... Глаз матери настоятельницы. Шнур. О, замечательно. Сейчас Ленинград запоет, да? А, во как. Ай! Пейль! В глазу жжется! Кто это был? Да я не кто-то, тебе показалось. Еще. А, смотрите. А-а-а! Мой глаз! Хватит! Мне понравилось. Так, ну понятно. Смотрите. Во, дубинка. Давайте дубинку, наверное, возьмем. Занавеска. Пещера была задернута пыльным куском меха. Разве тут не было детей, чтобы содержать все в чистоте? Так. Э-э-э-э... Скорее всего, вот эти вот черепки, это то, что от детей осталось. Слились с радостью, осмотрелось бы. Но она не хотела попадаться гигантскому глазу матери настоятельницы. Так, мне, получается, дубинкой тогда по ней надо ш... Шандаром. Возможно, недостаточно близко, чтобы разбить его сетчатку дубинкой. Не то, чтобы у Лили возникали подобные мысли. Ну-ка, конечно. Откуда она же святая вообще девочка? Откуда у нее такие мысли будут? Правильно? Пещера была задернута пыльным куском. Я догадался! Надо сейчас повыбивать, короче. Как знаете, как ковры выбивают, и пыль попадет на глаз настоятельницы. Тынь, тынь. Да, так оно и есть. Как жжется! Ну, погоди. По-то знаю, кто тут разбрасывается грязью. Задам такую трепку. А-да-да-да-да-да-да-да-да. Какая злобная старая шлюха. Давай валеть. Мать-нестоятельница закрыла свой слезящийся глаз. Лили могла перемещаться незамеченной. Музыка. Музыка прикольная. Бом-бом. Там такое, знаете, что-то играет первобытное. Ну, чё, поехали. А-а-а! В глазу, что? Да ты запарил уже своими глазами. Так, смотрите. Рёбра. Подбираем. Лили было достаточно рёбер. Их легко было сосчитать. Но мать-нестоятельница запретила ей это делать, потому что это портило ей аппетит. Э-э-э-эм. Огромный глаз. Лили проиграла бы в эту игру в гляделке. Ну и что мне делать? Тут дубинка и тоже шандара... А, нихрена нет. Дрова, смотрите. Дрова. Лили не хотела оказаться привередливой, но... Что снеговику тут не место. Но снеговику тут не место, то есть, да? Харви снеговик. А, Харви? Привет. Эм... Камин закрыт. Хорошие девочки не играют с огнём. Ты ведь хороший ребёнок, правда? Ага. Видишь? Нет причин примерным девочкам вроде себя играть с горящими предметами. Харви. Бобобобобоба... Ни одной причины, поняла? Лили ему не поверила. Гэрид сказал, что Лили нужен огонь, чтобы зажечь свет. Это оказалось ей достаточной причиной. Но как ей убедить в этом? Демона! Это демон! Охренеть! Лили не могла поверить своим глазам. Настоящий цилиндр! Прямо на голове говорящего снеговика. Да, цилиндр это очень странная вещь. Взять! Руки прочь! Мне нужен этот цилиндр! Ты бы поняла, если бы стоял и золотой на холоде с лосикловой! Эм... Так, вот ты чё мне предлагаешь делать тогда? Тут вообще ничего, по сути. К матери-настоятельнице опять вернуться, что ли? Она опять сейчас будет смотреть своим глазом, нет? О! Контактная линза! А я и не заметил. Разобравшись с занавеской, мать-настоятельница, видимо, вытащила свои контактные линзы. Странно. В реальном мире, мать-настоятельница, носила очки. Но в реальности она была не 15 метров высотой, так что, наверное, это было нормально. Забираем. Больше ничего не появилось? Ничего. Теперь с помощью контактной линзы нужно, значит, расплавить снеговика. Это очевидно. Но! Как это правильно сделать? Давайте смотреть. Огромный глаз, ребра, огромный глаз. А, вот так вот. А, вот так даже? Бог мой! Что это такое? Что за странный запах? Пахнет не морковками, это точно. Это... Это же... Пожар! Как он тихенько кричит. О, я горю. Сними мою шаляпу. Сними ее. Хорошо. Раз вы попросили... Достопочтенный сэр, Лили сомневалась. Эй, вообще-то нельзя было играть с огнем. Быстро сделай что-нибудь, Лили. Сними мою шляпу. Сними ее. Хо-хо-хо-хо. Ну все. Спасибо, Лили. Ты спасла меня. Теперь ты видишь, что может натворить... Огонь. Лучше его не трогать. Да, обосрись, я буду тебя слушать. Лили была поражена. Похоже, снеговик ничему не научился. Ты посмотри, какое говно, а? Огромный глаз. Лили. Ну понятно, проиграла бы эту игру, Лили. Ну и что, значит, надо его поджечь, правильно? Дрова тут. А, ну конечно. У меня есть еще эта шляпа. Давай, поджигаем. Поджигаем. Ну что теперь скажешь, а? Вот так вот. А нечего спорить с Лили. Посмотри на нее. Лили потушил огонь. Прямо как снеговик попросил. Есть надежда, что теперь он понял. Бывают ситуации, когда просто необходимо играть с огнем. Так что убили снеговичка. Какая добрая музыка. О, господи. Харви, Харви, прости. Харви, я не хотел. Мои поздравления. Лили приобрела новый навык. Теперь она может обходить запрет играть с огнем. Для этого ей нужно всего лишь отменить его в меню запреты, щелкнув по нему мышкой. Не забывай использовать это. В будущем Лили научится обходить все остальные запреты таким же способом. Но обрати внимание. Лили может снимать только один запрет за раз. Вот я как чувствовал, что это не просто так все. Надо будет выбирать, значит, какой запрет снимать, какой не снимать. Ну что ж. Сейчас мы определенно... Подождите, может о чем-то с ним поговорим. Да нет, они то же самое будут нести, наверное. Сейчас определенно нужно... Мы понимаем, какой запрет снять. Снять запрет на тему того, что запреты играть с огнем. Пф, нифига себе. Окей, играть с огнем можно. Давай, камин. Играем по полной программе. Та-дам. И проходим крепление. Крепление подсвечиваем факелом. Правильно? Я надеюсь. С помощью факела Лили наконец могла исследовать загадочный кронштейн. Какой сюрприз! Это был держатель на факел. Но обычного секретного прохода все еще не было и следа. Потому что мы сейчас вот тут вот где-то, да. Но я так и знал, что что-то подобное будет. Это наверняка есть секретный проход. И как? Козел этот, а? А ну-ка, в кабинет. Надо еще с ним поговорить. А, вот, блин! Это правда, секретный проход. Гаррет снова оказался прав. Давайте проходим. В секретную дверь. Слава богу. Все настолько просто оказалось. Лили, у тебя получилось. Отлично. Думаю, ты наконец готова узнать правду. Так. Чего же мне начать? Сначала попробуй. Так, ну давай, во-первых, Гаррет. Может, мне стоит для начала представиться? Я главный заместитель Гаррет Гордон Гандергор. Я следователь под прикрытием из юношеского департамента. Я записался учеником в монастырскую школу, чтобы наблюдать за матерью-настоятельницей. Мое задание — это быть улики, доказывающие, что ее методы нарушают законы об охране детей. Но доктор Марсель — еще более крупная рыба. По сравнению с ним, мать-настоятельница — святая. Лили с трудом верилась в то, что она слышала. Но теперь все обретало смысл. Тайная комната. Устройство для прослушивания. Странные голоса, которые она слышала по ночам. Все сходилось воедино, чтобы образовать цельную картину. А, значит, эээ... Гипноз. А-а-а. Прежде чем ты начнешь задавать вопросы, дай я расскажу тебе кое-что о гипнозе. Гипноз Харви — дьявольское изобретение доктора. Очевидно, он использует кролика, чтобы навязать тебе свою волю. Если мы хотим выбраться, тебе придется бороться с поведенческими запретами, которые он наложил. Ты можешь бороться со всеми поведенческими запретами, как с тем, который запрещал тебе играть с огнем. Но это значит, что тебе придется вернуться в Транс. Первым испытанием будет покинуть территорию школы. Интересно. Мать-настоятельница запретила тебе это делать. И из-за поведенческого запрета ты не способна ее ослушаться. Тебе придется снова бороться с запретом в Трансе. Ты должна заглянуть в корень проблемы. Доктор Марсель... Дай мне закончить. Как я сказал, доктор Марсель — более крупная рыба. Полиция наблюдает за ним какое-то время. Его подозревают в нелегальном использовании методов, которые лишают детей детства. И гипноз, которому он подверг тебя, доказывает мои подозрения. Полиция. Вызвать полицию? Ха, Лили. Я и есть полиция. Я могу помочь тебе и доставить в безопасное место. Ты только должна как-то покинуть территорию школы. Думаю, лучший способ — это пойти по следам твоей подруги Эдры. Но сначала я отвечу на любые твои вопросы. Ну? Итак, а сколько у меня их будет? Вопросов нет? Ты меня разочаровываешь. Ну ладно. Идём к дереву с качелем. А, ну хорошо, идём. Без проблем. О! Гномик по-прежнему заработает. Гномик, сколько можно намазывать одну и ту же качерыжку? В конце концов. Уже... Мне кажется, любой гномик бы уже справился. Вот вы... Где вас выращивают? Вы работать ни черта не умеете. Давай-ка я... Давай-ка я с тобой рядышком встану. Встану вот так вот с тобой рядышком. Напоследок. Повернись, повернись. Да повернись ты ли туда. Да что ж такое? Во, вот так, молодец. Всё. Итак, вот на фоне этого замечательного гномика, который... Смотрите, он так клёво закрашивает дерево. Как будто бы он закрашивает какую-то штуку, торчащую у Эдны из головы. Знаете, у неё фиолетовый бантик. И краски вот тоже фиолетовые. Оно как продолжение этого бантика. Не знаю, какая-то странная, сюрреалистичная картина вышла. Ну да ладно, хрен с ним. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, на поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК. Ссылка внизу в описании под этим видео. И всё на этом. Всем счастливо, всем удачи. Всем пока.